добрый день мои дорогие подписчики и гости канала с вами таша мулярова на моем канале жизнь без дублей и мы продолжаем переделку нашей мансарды предыдущем выпуске мы нашли гнездо шершней огромное кто не видел обязательно посмотрите это что-то впечатляющее о том что это гнездо шершней нам написали вы же в комментариях потому что я никогда с таким не сталкивалась моему что же мы были прям изумлены и поражены вот и также предыдущих выпусках я вам показывала как мы убрали стенки вот у карманов это ведь мансардный этаж ну кто просто так и что присоединился двух словах расскажу это мансардный этаж дом сруб наверху мы думали бруса оказался не брус а из того что было про сути сделать дом то есть у него были просто опоры пространство заполнено было пергамином и керамзитом вот все это убирали отсюда и внешняя и внутренняя обшивка и все вот наша задача сегодня здесь демонтировать потолок сейчас придут строители сейчас 9 утра вот ждем строителей и сегодня будет демонтаж потолка будем его расширять до крыши то есть мы расширяем эту комнату вот прилично расширилась она за счет того что убрали карманы столько места появилось ну камера не очень передает ну на самом деле как бы мы выиграли пространство и вот здесь вот наверное около метра и с другой стороны около метра параллельно мы сейчас можем подбираем печку хотим вот сюда поставить такой типа чугунные буржуки современные вот нашли у новосибирского производителя очень хорошие и решили что вот этот подиум мы будем все-таки полностью демонтировать чтобы он тут не мешался и подобные небольшие печки можно поставить просто на полу а на полу у нас будет ламинат и мы будем делать теплые полы инфракрасные еще вот и выложим плиткой под печку вот это вы видите у нас стена нашей большой печи который внизу на первом этаже у нас русская печь большая и здесь вот у нас заслонки русской печи русской голландки и печь камин в другой комнате у нас все такая огромная большая система и в ней есть вот здесь вот отверстие для дымохода куда можно встроить трубу буржуйки вот но мы здесь будем ставить буржуйку как бы из декоративных соображений и из функциональных вот ну потому что когда очень холодно можно например для настроения затопить буржуйку маленькую вот такую мы где-то хотим там 30 35 на 45 сантиметров небольшую подобрать сейчас они есть очень красивые вот у этого новосибирского производителя там есть модели у них сибирь 7 7 сибирь 8 сибирь 10 называются со стеклянной дверцей причем там сделана такая система который нагар убирает из дверцы что тоже немаловажно в общем ищем сюда печку я уже опять же в предыдущем выпуске показывал что я купила сюда диван и кресло которое тоже где-то неделю через две нам привезут ну в общем идем идем бодро вот так что оставайтесь с нами будет интересно там по себе конечно демонтаж потолка тоже очень волнительное мероприятие потому что у нас там тоже много осиных очень гнезд и я в свое время когда купила этот дом там на этом как бы на третьем можно сказать этаже это в полный рост даже не встанешь там где-то метр шестьдесят высота ну наверное штук шестьдесят этих осиных гнезд зимой сняла несколько ведер их вынесла в общем ужасной кроме этого там столько всякого мусора будет у нас тут видите вот после вчерашнего дня вот такое количество мешков с керамзитом это старая стекловата черные мешки снежком уже припорошила здесь любви кота компота кто тут у нас бегает кот компот и вот такая вот гора у нас получилось досок еще естественно за ночь мы их не успели вывести будем заказывать машину вот потому что даже даже не знаю честно говоря куда они сегодня будут потолок складывать у нас здесь стоит деревянный стол вот его накрыли вчера щитами мебельными чтобы он не повредился при падении этих досок ну вот а так конечно это вообще какой-то кошмар вот главное складывать это совершенно негде поэтому будем вывозить я говорю хорошо что сейчас на улице не так холодно потому что если сейчас было минус 20 я вообще не знаю как бы мы вот в доме я все занавесила вот у меня ведь такие висят везде алира пошел гулять с сахарком и заодно ждать строители а мы тут с компотом на службе компот кстати пора вычесывать я уже записалась и грумеру потому что мне он чесаться вообще не дает вообще не дает этот код себя чесать да никак дед не любит когда я его чешу мы с ним не ссоримся поэтому его вычесывает грумер да компош да моя киса он вчера перепугался куда-то умыкнул когда строители пришли ну потом ничего слава богу вернуться хорошо деревом пахнет почему ими не потому что нам кстати подписчики вчера сказали что вот эти гнезда которые вы нашли это шершни это я посмотрела в интернете это гнезда шершни вот такого цвета вам крупно повезло вообще это нам всем повезло что мы не летом этот ремонт затеяли представляешь если бы это летом вообще страшно это просто когда убьет там же еще это кстати сказали что там может матка остаться что они все уходят а матка может остаться уехал нет того что надо все вычищать конечно ужас туда подняться надо хочу всех завяжешь или лучше на ту сторону и все спокойно дырка будет на все пойдем убирать будем вот эта площадка она не нужна здесь это может быть вот правильно сериал говорит что он сначала подумал что это может как для русской отрус кирпичи какое-то отвертление для сушки это валенок что-то еще это просто кирпичи может быть когда-то они задумывали здесь что-то сделать какую-то печку кладку понимаешь сюда подводить не буржуйку из кирпичей складывать тогда основание нужно поэтому а сейчас нам этого не надо мы мы поставим буржуйку и основание сделать вот ламината здесь негорючую часть сделаем из плитки с керамогранита тем более надо сделать так чтобы как минимум 50 сантиметров ну хотя бы выдержать от этой зачем в принципе можно поскольку здесь камень можно и даже чтобы лучше сушилась правильно побитой вчерашний разговор чтобы она поближе наоборот да да чтобы прогревала камень да да но все равно колено здесь поворот будет она все равно шелых угол вот вот настолько вот она отодвинется естественного сама по себе да поэтому я к чему вот здесь нужно наоборот будет плитка зарастить потому что она сюда в маме от него почему потому что нужно печь угол и сэндвич вот тогда ты уже определи какой тебе нужен подиум и то что ты подиум сделал а потом печь придет я понял я имел в виду что она все равно выдвинется сюда потому что как а печь ну да маленькую сейчас уже даже сейчас уже видно что она маленькую в принципе да потому что тут же нужно чтобы она была защищена от углей там и прочее это притопщины леса это мелочи вот а то что хозяйка сказал я бы вот допустим не взял вот взял бы маленькую варвару со стеклянной дверкой когда там горит типа камина через стекло мы такое хотим а вы вчера чем не обрисовали чугунные туды-суды я говорю армейская буржуи тоже со стеклом вот такие новосибирцы делают маленькие но они не у них называются сибирь поэтому я не знала что они армара если себе тоже просто ходить а вот и чугун приплет армейскую кругу не ездил ну как не ездил там вообще она не чугунная она не железные были как да у нас были железные чугунные он в его гараже до сих пор стоит это хорошо да у нас обычные железные были буржуйка армейская две ручки сбоку неподъемные это хорошая вещь потому что чугун уже и долго держит и все стороны обычные были железные да ищем чугунные конца трубы наверно будет метра три тяга тяга есть но это окно открыт я говорю я в южку для самовара для самовара нам понятно нет ну раньше вот на деревнях у меня на на той печке есть на внизу стоит русская печь вьюшка значит раз самовар к дядьке приедешь в дедовский дом самовар бух бух труба а зимой ставили буржуичку чтобы русскую каждый день не топить вот буржуичка стоит к вьюшке подсоединена раз туда мелких дров и утром в доме уже тепло там что-то пожарить газа не предлагаю немножко отвлечься от ремонта и хочу пригласить вас встретиться в реальной жизни ну согласитесь это очень интересно то мы все через экран общаемся общаемся и такая встреча у нас с вами возможно 12 марта в москве в московском доме книги на новом арбате это новый арбат дом 8 в 7 часов вечера подробную информацию вот вам тут привожу а у меня в издательстве xmo редакция бомбора вышел новый роман игры с небом он называется приобрести роман можно на всех площадках книжных ресурсах и marketplace а заходите например в яндекс набираете таша муляр игры с небом и будет вам роман он есть в бумажные в электронные в аудио версии в аудио версии в электронной в частности на литр с кстати читает его потрясающий чтец с таким прям знаете низким бархатным голосом зовут ее наталья коршун там 12 часов аудиозаписи романа увлекательные приключения история жизни двух героинь которые происходят где-то в период с 1960 года и по наше время в москве близко в твери вот я надеюсь что вам понравится приобретаете роман читайте его и приезжайте ко мне с вопросами ну или просто приезжайте ко мне в общем 12 марта буду рада с вами встретиться на новом арбате центре москвы в 7 часов вечера буду вас ждать там на втором этаже такое литературное кафе можно разместиться в зоне кафе можно разместиться просто за столиками в прошлом году у нас с вами была такая встреча была наверное около 140 человек вот мы так прекрасно пообщались два часа и рассказывала история отвечала на ваши вопросы потом всем подписывала книги а потом мы даже с некоторыми пошли кто мог задержаться пошли все в кафе посидели поэтому приезжайте буду рада всем все подпишу всем все расскажу на обнимаемся на фотографируемся так что до встречи 12 марта как раз 8 марта пройдет ему такие раз с вами встречаемся правда здорово может кстати к тому времени ремонт уже практически подойдет к своему логическому завершению вот это да да все что нам надо нам эти как раз нужны были балки для декора дизайна есть планете балки вот эти есть но он просто можно их тогда приличные поставить или чё можно приличные поставить у ребяту дают сколько миленька объяснил зашивка идет через балки а балки остаются да они как декоративные остаются и они обрабатываются а вон они и гнезда шедевры и ехать в этот туда его в клинку где продаются вот эти вот нет не балка там продается это это оформление балок не нам просто деревянные нам не надо оформлять можем хороших брус 20 числа я не помню надо посмотреть по проекту сколько валера наверх по лесу нет нам чё там остаются балки остаются по проекту только надо чтобы они приличные были может купим другие вот она наша труба она идет струга да вот она дымоход вот здесь правильно так там же хитрые люди сидят выше поднять дальше делать выше нет они нам нужны для декора это точно пусть они будут не такие другие фальшины мы поставим но они точно нам нужны для декора у нас весь декор сделал на них на этих балках это была моя мечта я хочу вам деть чтобы вырезал тогда можно же чуть чуть выше закрепить или выше их не закрепишь никак но если взять фальшивые балки легкие да нет а сколько они тут нависновали 3 и промех стропил раз-два-три получится получится тоже и на этой люстра на центральную это понимаешь что вот эти они никакой накрутку не видно как можно убирать тут одна только несет на а это смотри что было внутри этого пользу такие там были трубы какие-то я не знаю что это такое из кирпича какие-то штуки ну так конечно просторно так стало намного свободнее все да как-то воздушные прямо поговорив про печки с нашими строителями мы в результате нашли печку который нам подходит по всем параметрам заказали и на озоне сейчас я вам покажу эту печь кстати а вот сергей наш строитель рекомендовал печку которая обложена из раз сами то есть металлическая печь она сделана из раз сами мы такую тоже нашли но она стоит от ста тридцати тысяч и выше ну конечно для наших он задачей маль задачи маленького помещения за сто тридцать тысяч печку мы совершенно не планировали покупать тем более как я говорил мы там еще теплые полы делаем и ну как часто будем топить эту печку она у нас больше даже декоративной точки зрения да такая интерьерная вот и что касается из разцов то она уже у нас встает к стене печи которая обложена кафелем отделана и кафели из разцы еще цена 130 тысяч ну короче в общем мы отказались от этой идеи взяли чугунную печку сейчас покажу вот такая печь нашли мы ее на озоне она чугунная производство это китай на самом деле мы изучали вопрос подобная модель печи вообще изначально польская но эту модель делают и в россии и в китае и цены на одну и ту же модель колеблется вот смотрите здесь еще видите сверху вот такая решеточка открывается и там есть кружок можно на ней готовить вот эта дверца она прозрачная есть система которая анти нагар она компактная эта печка нам понравилась на площадь отапливаемого помещения 70 метров у нас там 14 сейчас еще характеристики открою вам покажу в общем цены на нее от 37 тысяч и до 57 вот мы видели разные цены вот смотрите она по высоте 85 сантиметров вот высота у нее 85 длина 40 и ширина тоже 40 вот страна изготовитель китай во всяком случае как есть то так и написано польские они подороже но модель прям точно такая же вот везде даже одинаковое описание что она изысканная изящная в ретро стиле ну в общем очень нам понравился мы подобную печь видели в магазине ну я как бы знаю как она в жизни выглядит в общем в результате ее и взяли очень симпатичная ну придет будем устанавливать уже покажу вам подробней вот за 34 тысячи купили и 1000 рублей стоила доставка от озона вот уже нам первых числа марта и и привезут они не на равном расстоянии получится почему но мы если будем их делать почему мы не можем так расчитать чтобы они были потолок просто до цепи да они рассчитывают они рассчитывают у них расчет идет 60 сантиметров грубо говоря но у нас вот это вот не дает четкого шага в 60 сантиметров корректируем будет шаг у нас они 60 не принципиально чуть-чуть ну и что ну и нормально нет нам нужно чтобы было три но сместим относительно центральной те две боковые мы не можем сместиться потому что утеплитель 60 сантиметров то есть стропила должны стоять в стойке четко через 60 сантиметров 59 мы не можем их сместить потому что утеплитель будет не пройти если у нас балки то будут фальшивые почему мы не можем бак ну куда их повесим но потом уже когда зашьем сверху утеплителя и она вот на вот эту который перекладки идет вот на нее вешать это низко это низко будет валярный смысл да нет единственное то что зашивать сразу все потом балки поставить на нашли ты же начал повесить вагонку просто так если купить балки которые фальш которая как эти пластиковые на плата он сверху пустой снизу там просто тавра буква п коров и все его начата одевает значит оставить какой-то типа трубы я не знаю труба на чем-то должна держаться висеть на вагонке смотри и сделал фальшбалку сам мы прикручили ее к несущему потолку и к стойкам потолка мы же не просто прикручивать там же маяки сначала мы старому потолку и к этим маякам прикручены балки вот прочих ну или какие-то сок ну а не если вред этот за обшивку прорезать и все-таки положить на эту на что тут будет как пирог по стропилу будет идти еще рейка то есть это по сути но если можно было перекнуть от стропила до стропила мне кажется ты что-нибудь придумаешь лёня просто ты еще не сообразил остается правильно она просто здесь пилишь и таки оставляешь под эту да ну вот вот эту центральную спиливаешь с пятаками правильно да да дальше это несущая стропила дальше такую же штуку будешь делать здесь например вот такие дальше теперь зашивка вот этой части значит я так понимаю вот эту ты же не будешь ну наверно снимешь как здесь она же будет все наращиваться тоже будет же этот нужно будет обрешетка потом как мы там делали пирог как в той комнате она уйдет сюда еще частично да а тут тогда как а тут так и осталось каркас там же будем это изгоняться чтобы все это закрыть за ровно с общей стеной понимаешь понятно там чаще будет нам ясно это не проблема ли дальше это как его крышу точно так же мы делаем таким же слоем как и 15 15 но все-таки мы 20 лет я тебе вчера говорил наш пояс максимальное утепление 15 сантиметров можно и 30 наворочить толку не будет нет дело в том что конденсат он так иначе будет просто чем толще слой тема делал в то что у тебя влага может залито даже не уходить на сантиметров люди в каркасе 15 метров утепления причина зачем лишь не может хоть три я понял мысль твою вот вот это низ тут если все зашито я понял а вот там как бы закрывать это все утеплите да ну там щели есть вот видишь вот это вот не по низу как ты там сделаешь у тебя печка 75 сантиметров высотой вот она встанет где-то вот на перегород а это капитальная стена это уже забыл а это уже корни а метр три вот она еще дальше вот она вот отсюда стена и пойдет до стена пойдет отсюда а там высота метр тридцать на той стороне вот а это же корни за пользу и это стена вот прямая это прямая они тоже будут утеплены понимали а так что корни за ней так теперь вот поэтому что у вас нарисовывается вот эта часть у нас остается правильно не это центральный брус убираем уберем все стороны вот в эти вот в эту значит получается тогда 4 окна можно соединить да только и надо было сразу брать это одну большую створ центральный уберем брусу целый нестыкованный так что все все у тебя будет в красоте шикарно ура 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 как я хотела а кончики чё говорят мне не будет парку мне 4 окна вот она там 3 нету парусности вообще на не и тут не то что высота пластиковка намного тяжелее по удару чем я вот тут лепите какая парусность северная северная сторона летом закрыта нет и не про ту парусность обрабатываешь окно закрывать и у тебя вся раму как вот меня на балконе у меня же 6 метров ты закрываешь нормально все будет хорошо мы с терегой согласно у нас все отлично не проблема живут осы пчелы и кто угодно как это жир с него короче все будет отлично строители у нас уже на сегодня уехали количество мусора увеличилось пропорционально количество произведенных работ валера заказал машину так что будем вот это вот все мероприятие вывозить отсюда сейчас должна прям вот-вот прийти машины и посмотрите как уже выросла гора которых у нас на улице вот это вот наш второй этаж видите уже по высоте выше чем козырек у дворика вот так что даже начале выпуска говорил что мы решили все это не хранить поделимся с людьми дровами кому нужно вот такие мы хозяева ну это наше решение поэтому прошу не осуждать не обсуждать просто факт мы заказали машину и за 10000 рублей сейчас нам приедут все это погрузит вывезут у нас будет опять чистый двор для нас это важно итак по давайте подведем итоги сегодняшнего дня пока мы ждем машину я спадем наверх нет начнем наверное все таки отсюда значит радостная новость окна поставить можно они помещаются и даже не нужно будет делать перекладину до между вот створками потому что думали будет 2 потом перекладина потом еще 2 нет это у нас стоит вот 9 это 4 всего створки вот вот 2 и вот 2 эти окна мы заказали уже давно они у нас есть стоят все лето стоили они вместе все 80 тысяч за эти 4 окна и вот на днях компания придет их устанавливать ну как на днях нам строитель сказали что они сначала все зашли зашьют утеплят а потом уже сделают вот этот вот проем и поставят окна я что-то сама тут замерзла так что пойдем в дом переметнемся там будем продолжать разговаривать подводя итоги сегодняшнего дня хочу сказать о хорошем значит во первых как я вам показывала мы купили печку убрали этот подиум вот потом а сейчас кстати покажу что там в результате получилось потом что важно с окном да мы переживали что нужно будет делать эту перегородку как я вам говорила это значит все делать не нужно это вот я так подытоживаю сегодняшний выпуск дальше вопрос с балками тоже решили в общем вы видели что строитель сомневались получится сделать или не получится в результате сказали что все получится итак значит на следующий этап работы мы будем покупать стройматериалы для того чтобы обшивать это все имитацией бруса у нас будет имитация бруса которая ну четко так встает плотно там тоненько щель остается потом все это пойдет под покраску на полу у нас будет скорее всего ламинат вот а может быть мы возьмем я забыла как это называется ну это тоже такие пластины как забыла слова ну я знаю что вы мне подскажете в комментариях в общем как такие как доски как ламината и но по качеству это как синтетический как линолеум что ли ну в общем я не знаю как называется но она очень износостойкая будем вот таким вот современным покрытием здесь делать не доски вот решили вот такое покрытие ты сначала будет стелить фанеру потому что здесь нужно уровень выравнивать утеплять нужно будем класть теплый пол сюда инфракрасный и потом вот такое покрытие типа ламинат что-то на этом еще подберем стены будут под покраску соответственно в ближайшем выпуске вам покажу какой будет пирог на стенах начнут делать вот осталось нам завести стройматериалы сюда дальше там потом будем красить отделать в общем и так далее но процесс идет все гораздо знаете как-то в этот раз все гораздо спокойнее проходит пыли грязь были да ну не так как когда нам делали в коридоре может потому что там все на лестницу сыпалась я все видели завесила весь дом и в принципе я вот они уходят строители я убираюсь и в общем-то по большому счету нормально здесь сейчас очень холодно у меня прям руки залезли нет как будто я на улице стою вот но в принципе может быть уже потому что у нас опыта больше наверное потому что мы уже знаем всех людей которые у нас работают да и тех кто нам сейчас строят и кто нам окна устанавливает мы же тоже с этой бригады работали покупали окна в летнюю кухню у нас большие двери потом меняли стеклопакеты в доме тоже мы знаем этих людей потом к те кто нам будет красить и плитку нам клал на печку плиточник вот он же к нам придет нашего электрика мы знаем уже за те годы что мы делали ремонт знаем всех людей и знаете как-то от этого все быстрее легче происходит ну и мы как со старыми знакомыми встречаемся вот поэтому спасибо вам что вы были с нами что вы поддерживаете пишите очень мудрые комментарии дайте разные советы мы все себе в копилочку берем как сведению на ус мотаем вот применяем на практике что можем так что на это на сегодня с вами прощаюсь до новых встреч на канале ваш ташмуляр ну и не забудьте что буду рада с вами встретиться 12 марта поставьте галочку в своем плане буду очень рада с вами обняться и увидится пока пока до новых встреч на канале а субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok